Всем здрасте, с вами Изидыч и вышел DevPatch 183. Кто смотрел на стриме, красавчики, молодцы. Кто не смотрел, все равно молодцы. Потому что для вас я сделаю сегодняшнее видео, чтобы сэкономить ваше время. Короче, все новинки. Т32Е1, машина, которая практически ничем не отличается от предшественника, просто теперь у нее катанная гомогенная броня и немножечко измененный угол отсутствия вот этого вот маленького пулемета. Вот сейчас вот видите, нет пулемета. Все, теперь эта машина нагибает, потому что пулемет мешал нагибать. Теперь все в порядке, теперь она будет очень-очень хороша. Далее Т-80 Советы. Им завезли Контакт-1 отдельным модулем на Т-80Б, который стал по факту теперь БВ. Это прям как было с Т-64Б, которая тоже стала БВ. Ну, машина, в общем-то, стала лучше держать кумулятивы, в частности, птуры, например, с вертолетов. Потому что я тупо стрелял всегда в ВЛД-80 и прочим советским танкам и их ваншотил, потому что там очень плотно сидит экипаж. Через ВЛД они под таким углом убивались. Теперь же есть шанс, что он его танканет. Еще советам дали супер-безумную машину. Машина Апокалипсиса. Да, вы сейчас ее видите на экране. Ее возможности нельзя переоценить. 5 секунд перезарядки с АСами. При этом два снаряда. Максимально хороший снаряд, то есть с мощным бронепробитием 132 мм и с количеством взрывчатки в тротиловом эквиваленте 30 грамм. И это все дело находится на боевом рейтинге 4.0. Брони, конечно же, нет, но зато вот эта вот чудовищная машина может неплохо разгоняться. Неплохая динамика хорошо может на своем боевом рейтинге занимать какие-то позиции, устраивать засады и ковырять в борт любой танк. Даже Абрамс. Да-да. Так что бойтесь, американцы. Имба близко. Потом идет немецкий Юнкерс 288. Вообще непонятный премиумный самолет, потому что, ну вот посмотрите, у него, казалось бы, да, две бомбы по 1800 килограммов, есть вооружение, все дела. Но при этом, если сравнивать его на том же боевом рейтинге 5.3 с Хенкой 177, у той есть три Фрис-Х и в целом как бы вооружение защитное даже получше. Да, эта машина, вот этот Юнкерс 288 чуть быстрее летает, чуть лучше, климбит. Хотя зачем это вообще нужно, бомбардировщику, в общем, пока непонятная машина, может что-то с ней изменят. Сделают более полезной и привлекательной. А мы идем к вертолетам. Вот они, красавцы. Сразу хочу сказать, что премиумная машина годная, потому что ей завезли сразу 8 птуров. Ход 2. То есть, да, у нее нет никакого защитного вооружения. Это тупо летающая птуровозка. Но, блин, 8 птуров, это уже круто, потому что, я напомню, XM-30, это американский на том же боевом рейтинге вертолет, премиумный имеет всего 6 птуров. Советский тоже имеет поменьше птуров, поэтому здесь как бы машина выигрывает. То есть, немецкий птуролет, он имеет самое большое количество подвесных птуров. Но в то же время, если сравнивать обычные машины из обычной следовательской ветки, например, топовые вертолеты. Вот, например, имеется 9,7 боевой рейтинг. То есть, здесь у немцев все печально. Честно говоря, ни один из вертолетов мне особо-то и не понравился на топовых и предтоповых рангах. Потому что они во всем проигрывают тем же советским вертолетам или же американским. У них нет курсового защитного вооружения, при этом и по птурам они не имеют какого-то особого преимущества. Топовая машина, ну, которая у них имеется, это вообще что-то с чем-то незащитного вооружения. Всего лишь 6 птуров. И вопрос, а зачем такое качать? Зачем вообще такая машина нужна? Да, ерунда какая-то. Но при этом, кстати, я хочу одновременно с этим похвалить начальный вертолет немцев. Потому что он на боевом рейтинге 9.0 имеет 4 пулемета, при этом птуры СС-11. Но сразу хочу сказать, это не те СС-11 первого поколения. Здесь они нормально управляются. Ну, по крайней мере, так получалось у меня в полигоне. Я сначала думал, наверное, птуры первого поколения. Буду сейчас как с клавиатуры там фигачить, как с пианино. Не, нормально все управляется. Так что можно смело брать и нагибать. Очень хороший, кстати, вертолет у них, повторюсь, на боевом рейтинге 9.0. Ну и плюс премиумный. Все, дальше уже полная шляпа у этих ребят творится. Ничего интересного я у них не увидел. А вот где реально завезли авиационный крутяк, так это французы. МБ-175. Совершенно неожиданная машина, которая, кстати, является бомбардировщиком. У него курсовые две 20-ти миллиметровые пушки. МГ-151 с боезапасом 400 снарядов. При этом еще есть задняя турель на двадцаточку 20 миллиметров. Представляете, тоже МГ-151. И все это дело еще заправляется 12-ю ракетами ХВАР. Или же торпедой. Но и боевой рейтинг, ребята, вы сейчас будете в шоке. 3.3. Всему этому делу дали боевой рейтинг 3.3. Это, конечно же, просто потенциально сверхкрутой самолет, который имеет невероятно крутые параметры для своего боевого рейтинга. Я не знаю, поменяются ли они, я не могу давать гарантии, потому что, повторяю, ну, много раз уже говорил, это DEV сервер, все может измениться. Но пока что машина выглядит крайне-крайне перспективно при всех своих возможностях и при таком маленьком боевом рейтинге. Дальше, кстати, у нас идут корабли. Я никак не мог понять, как, почему они не открываются. Вот, посмотрите, нажимаю, нажимаю, откройся. Очень хорошо я потестировал флот, очень интересно, классно. Поэтому мы сейчас поплывем на премиуме. А может, не поплывем, просто посмотрим, как он выглядит и сделаем как-нибудь отдельное видео, касаемо флота британцев. Вообще, у нас патч 1.83 Хозяева морей, все посвящено флоту, и остальные машины, там, авиация или танки, это как придаток. Все, как, прежде всего, связано с флотом и выходом британских кораблей, которые в большом количестве, полным, скажем так, ассортиментом, появились на этом DEV сервере. Но дальше идет настоящая супермашина. Это, ребята, Type 75. Сначала я думал, что это шляпа на BR-70. Но когда присмотрелся, понял, что эта шляпа полнейшая, потому что, блин, на боевом рейтинге иметь ракетную технику в стиле Калиопы, но это, конечно, ребят, вы, разработчики, постарались. Это, конечно, может быть не тот уровень, что Type 60 ATM, туроводское первого поколения, с полетом ракеты, там, вечность 80 метров в секунду, здесь поинтереснее будет, да? Но все равно, когда ты знаешь, что в геймплее на таких боевых рейтингах, в основном, это снаряд, который летает от края до края карты, ехать на этой вот ракетнице и пытаться кого-то забрать с дистанции, это нереально. То есть, понятное дело, эта машина исключительно для ближнего боя. Если этого ближнего боя она не получает, значит, она, извините за слово, защеканет все, что она умеет. Разумеется, брони нет, прочего нет, но на самом деле, ребята, я был в шоке. Я был в шоке, когда попробовал ее испытать на топовых машинах, но это уже отдельная тема. Неожиданный потенциал раскрылся, и эта вот Гальзилла начала нагибать. Но, опять же, еще раз повторяю, я сделаю отдельную нарезку всех этих крутых моментов со стрима, потому что кто-то видел, кто-то не видел, и как бы нет смысла сейчас вам на пальцах показывать, что там произошло, покуда я еще не сделал второе видео, посвященное исключительно Тайпу 75-му, поэтому со счетов ее списывать не надо. Посмотрите, посмотрите, что она натворила, просто всех убила, и все просто горит. Это да, это она сделала, ребят. Это она сделала, так что покупайте. В общем, ребят, на этом все новинки, отличного настроения, и увидимся в ближайших видосах. Поддержите лайком, не забудьте, за такой хороший обзор. Все, я почапал.